Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за игрока в EFC 24 за аргентинца из Салернитаны Луиса Агиры. Ну что же, матч против одного из лидеров чемпионата Италии, против Милана, мы их принимаем на домашнем стадионе. Команда действительно в последние сезоны очень бойкая, и чемпионом Италии становилась. Сейчас занимают одни из лидирующих позиций в турнирной таблице, и в лиге чемпионов пошумели. Поэтому матч против них действительно будет очень интересный. Вот уже на 17-м минуте Милан открывает счет, так спокойно дали пройти, отличный обыгрыш. Здесь, наверное, больше уже ошибка оборонительного игрока нашей команды. И вот так вот Оливье Жру забивает, выводит Милан вперед. Дальше продолжает лучший бомбардир сборной Франции. В атаке у Милана обостряйте, и в итоге уже счет 2-0. Милан увеличивает свое преимущество. Адли, передача на Бен Асера, если не ошибаюсь. И атаки продолжают. Как вы видите, у Залерентаны очень редкие они бывают. Вот как раз Луис Агиры только дальними ударами может довести атаку до ума. Но один из главных вратарей сборной Франции, Майк Мэнниан, все-таки парирует. Все попытки уменьшить преимущество в счете от Луиса Агиры. И по итогу Луиса Агиры меняют на 79-й минуте. Но это не помогло, так сказать, в тактическом плане для Инзаги. И в итоге Милан забивает еще и третий мяч. Разыграли отличную атаку после углового. И в итоге 3-0. Милан одерживает разгромную победу на выезде. Ну а мы после матча вот жертвуем приютом для животных. Также прокачались до 19-го уровня. Улучшили разгон. И также точность игры головой. Потому что чаще всего на нас навешивают на стандартах. И вот рейтинг у нас уже 80-й. И выездная игра против Хелос Вероны. Команда находится ниже нас. Поэтому очки здесь набирать мы обязаны. Неплохо вот так вот. На 32-й минуте был момент у Луиса Агиры. Но забить не получилось. А в итоге Верона забивает на 38-й минуте. Если я не ошибаюсь, этот гол запишут на автогол. Потому что вот здесь вот рикошетом от нашего защитника. Я все-таки попал в сетку ворот. Сейчас мы уже смотрим второй тайм. Здесь чуть в свои ворхуты не получилось мяч так отбить. Хороший пас от Луиса Агиры во фланг. Ну и дальше замечательная подача. И Луис Агиры забивает с лета. Сравнивает счет на 57-й, 58-й минуте. И матч обещает быть жарким. Но, во-первых, атака была сделана. Луис Агиры просто отыгрался отлично здесь со своим партнером. И отлично забил. Вот с такой классной передачей. Дальше атака Салернитаны продолжала давить Верону. Много ударов и дальних от Луиса Агиры. И в итоге получилось забить на 73-й минуте. Благодаря, ну, коронному, можно уже сказать, голу с углового Луиса Агиры хоть и невысокий форвард. Рост около 170 сантиметров. Но вот этот вот атлетизм, вот эта вот прыть помогает ему на как раз в этих стандартах. На ближней штанге стоят. И забивать ворота соперников. Атака в концовке матча. И в итоге не получилось здесь разгромить Хэлла Сверону. И в итоге минимальная выездная победа благодаря дублю Луиса Агиры. И также давайте скромно ответим журналистам, что, ну, действительно бились в этом матче. Мы исключительно за болельщиков. Поэтому порадовали их выездными тремя очками. Итак, кандидаты на звание игрока месяца в декабре. Здесь Рафаэль Ляо, Оливье Жеру и Хвича Кварацхеле. Вот Жеру нам и дубль вроде забил. Либо гол плюс пас был. Вот Ляо гол. Кварацхеле сейчас, в принципе, лидер чемпионата по забитым мячам. К нам присоединился, кстати, Марку Левая. Хорватский игрок. Посмотрим, что из этого выйдет. А вот Скаут нам еще один вариант нашел для продолжения, возможного продолжения нашей карьеры в Болонию. То есть, вот такие дела. Также нам предложили спонсорскую фотосессию. Получаем мы за нее 50 тысяч евро. И приветствуем вот как раз Марку Левая, который нам будет помогать в атаке, ну, оставшиеся уже полгода этого сезона. Закажем костюм у знаменитого модельера. Получаем 50 очков одиночки. И матч против Ювентуса. Команды со второй строчки. Ну, посмотрим. Сегодня прям у нас ротируются вот так вот матчи. То с лидером, то с командами из нижней части турнира таблицы. Поэтому матчи действительно сегодня у нас интересные. Первые атаки были за Ювентусом. Но вот такая одна из возможных контратак. Луис Агире движется по флангу. Отлично здесь убирает Тимоти Веа. Брэмера тоже получилось пройти. Ну, здесь уже бы до удара бы довели. Левая, нет, не получилось переиграть. И здесь тоже, честно, отлично парирует удар Луис Агиры. И здесь еще и струнку вытягивается. То есть, Салернитана неплохо проводит свои атаки. Здесь запорол момент партнер Луиса Агиры. Передача была шикарная. Но все-таки выходят вперед. Благодаря вот этому вот угловому. Как вы понимаете, в этом сезоне не только мы забиваем с угловых. Но и в большей мере нам. Очередная атака. Милик уже отметился забитым мячом. А тут еще и передача на Душина Влаховича. Отдает и 2-0 к 38-й минуте. Вот так вот. Казалось бы, Салернитана давила-давила. Но в итоге реализация-то, естественно, получше у Туринского клуба. Еще один угловой на последних минутах первого тайма. И Хюмельс, который перебрался из Боруссии в Ювентус, забивает и доводит счет до разгромного. Вот так вот 0-3 для Салернитана к перерыву. А вот такой момент на 61-й минуте. Брэмер срезает как косой нашего игрока Луиса Агира возле штрафной Ювентуса. И получает прямую красную карточку. Ну вот, небольшой вам инсайдик. Это не последняя красная карточка в сегодняшнем выпуске. Но получается у Луиса Агира забить. Вот так неплохо он мяч получил. Обыграл защитника. И Хлестника, так интересно, в нижний правый угол забил. Счет 1-3. Но Ювентус продолжает атаковать ворот Салернитана. И Влахович снова доводит счет до разгромного. 4-1 на табло. Но здесь, наверное, только галочку можно поставить, что у Луиса Агира есть забитый мяч против Ювентуса. С таким счетом матч и заканчивается. Обидно, обидно, но вот так вот. Еще обидно, что Хвича Кварацхелия получает игрока месяца. Пока что у нас не выходит. Объявлена команда года 2023-го. У Ефа, и, кстати, Харри Волкер попал в сборную, как нападающий вместе с Эрлингом Холланда. Вот, а Хавьера Муниса мы почему-то, к сожалению, не видим. 20-й уровень. Снова прокачиваем разгон и завершение. И по итогам нашей вот этой прокачки у нас уже 81-й уровень. Рейтинг. И встречаемся мы против Наполи. Вот такое дерби Салернитана и Наполи. Это близлежащие клубы, если так смотреть по географическому принципу. Вот, и, как мы помним по нашей истории, Луис Агиры как раз воспитанник Наполи прошел Академию. Но по итогам завершения своей вот такой молодежной карьеры неаполитанцы сказали, что ты не готов для основного состава Наполи. И не стали подписывать с ним контракт, переводить в основную команду. Ну, а по итогу вот так. Наполи забили пенальти, но в итоге Салернитана смогла отыграться. Быстро, причем на вот такой вот ошибке. И вот такая еще атака в конце первого тайма. Луис Агиры отлично проходит. Хороший удар, но голкипер парирует. В итоге, после углового, счет становится уже в пользу Салернитаны. 2-1, получилось забить. Это получается, ну, сейчас как бы волевая победа у Салернитаны. Проигрывали 0-1 после вот этого пенальти. Но во втором тайме Асимьен делает дубль. Теперь уже с игры. Отлично здесь убрал на ложном и в дальний хлестенько пробил. Итак, атака за Салернитаны. Луис Агиры. Практически выход 1 на 1. Удар и гол. Луис Агиры огорчает команду, которая в него не поверила. Которая сказала, что не готов ты для игры. В принципе, даже попадание в заявку в нашей команде. И вот, пошел Луис Агиры в Салернитану. Где сейчас является одним из лучшим игроком. Да и в принципе лучшим бомбардиром. Одним, даже если из лучших. Вот, наравне как раз с Хвичей, Кварацхелей. Сейчас они борются за эту золотую бутсу чемпионата Италии. Поэтому, ну, продолжает Наполе давить Салернитану. Атака за атакой. Вот, хороший пас на Марка Ройса. Который забивает третий мяч Наполе в этом матче. Сравнивает счет. И на этом матч и заканчивается. Дуба Лесимьена, Голу Ройса и Бохинен, Кондрева и Агиры по одному забитому мячу. С днем рождения нас поздравляет наш агент. Но праздновать нам некогда у нас домашняя игра против Дженуа. 21-й тур чемпионата Италии. Салернитана принимает Дженуа. Набирать очки здесь нужно. И вот такой момент был уже на четвертой минуте. Забить не получилось. И дальше атака за атакой. У Салернитана Луис Агиры неплохо еще и головой пробивает. Очередная атака на девятнадцатой минуте. Еще и от штанги мощно вколачивает. Аргентинец выводит Салернитану вперед в этом матче. Но действительно трудно уже представить как будет действовать Салернитана в следующем сезоне без Луиса Агиры. Потому что понятно этого парня заберут в топовую команду. Будем конечно этому с вами надеяться и верить. Хотелось бы конечно остаться в чемпионате Италии. Но посмотрим какие все-таки клубы будут присылать нам свои предложения. Зимой в зимнее трансферное окно мы уходить не будем. Уже доиграем этот сезон за Салернитану. Не будем так бросать на полпути. Но выставлять на трансфер себя не будем. Поэтому если в любом случае предложения могут прийти. Даже если мы не выставим на трансфер. Там уже будем рассматривать возможные предложения. Но вот после завершения уже как раз зимнего трансферного окна попросим клуб выставить нас на трансфер. А вот Дженова сравнивает. Руслан Малиновский забивает. И счет на табло ничейный. Хороший пас кстати сейчас был от Агиры. Но забить партнеру не получилось. Дальше продолжается атака. Подача от Луиса Агиры. И через себя забивает Мишель Майкл наш 86 минута. И казалось бы все. Салернитана действительно вколачивает гвоздь в крышку гроба. Забивает топовый гол. Вот Криштиану Роналду ушел из серии А. А вот топовые голы остаются. Вот так вот. Действительно как будто бы в стиле Криштиану Роналду. Мяч высоко взмыл над головами. И через себя забивает Мишель. Гол потрясающий. Действительно может быть номинирован на лучший гол месяца. Дальше там и сезона. Но последние минуты. Угловой у Дженова. И в итоге забивают. Сравнивают счет уже на 95 дополнительной минуте. Обидная потеря очков для Салернитана. Могли выигрывать действительно этот матч. Но по итогу еще и автогол от нашего игрока. И как итог на табло 2-2. Итак подготовка к дню рождения. Давайте отпразднуем вместе с товарищами по команде. В боулинг сходим, бургеры покушаем. Но потом в тренажерном зале это все мы сгоним. Итак матч против Ромы. Когда-то мы начинали сезон с выездной игры. Против этой команды. Проиграли тогда очень-очень разгромно. Если не ошибаюсь 0-6. Но посмотрим как теперь сыграем дома. Луис Агирре. 19 минута. И снова аргентинец. Выводит вперед Салернитану. Вот так вот. Два матча подряд. Салернитана выходит вперед первыми. И как раз благодаря забитым мячам от Луиса Агирре. Напомню, что за прошлый матч ни одного забитого мяча мы не увидели от Салернитана. А вот здесь в домашних стенах уже открывают счет на 19 минуте. Продолжают обмениваться опасными моментами команды. И вот Луиса Агирре пытается забить еще один мяч. Ворота Руи Патрисио. Но все удары тщетно отбивает вратарь. И вот она как раз еще одна красная. Про которую я вам и говорил. Во втором тайме получает ее игрок Ромы Кумбула. Поэтому посмотрим, как будет действовать Рома в концовке, в меньшинстве. Вот мяч получает Луиса Агирре. Удар какой в девятку и 2-0. Салернитана уверенно переигрывает Рому на данный момент. Луиса Агирре показывает, что это был совсем уже другой аргентинец. Аргентинец не тот, что в начале сезона, когда проигрывал 0-6 в Риме. А вот такой, который может уже и очки отобрать. И в итоге все. Финальный свисток. Салернитана сенсационно обыгрывает Рому на своем стадионе со счетом 2-0. Так, а за нами говорит Бьянчи, наш агент. Приехал посмотреть скаут и нам еще и очки навыков дали. Завершение мы прокачали и дальние удары. Вот. По итогу у нас уже 82-й рейтинг. И в команде у нас как-то появился новый игрок. Это Комара. Так, что мы поприветствуем новичков в нашем клубе. Вот. И также еще и Давид Кармо. Центральный защитник из Порту к нам перешел. И как раз вот Комара. Это полузащитник опорный из Монако. Так, что посмотрим. Кандидата на звание игрока месяца в январе вы видели. Но и Луис Агиры сейчас главный бомбардир серии А. 22 забитых мяча и 5 голевых передач в 22 играх. Друзья, на этом все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жиннол. Стричь, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok